Цахал начинает расследование обстоятельств нападения арабов на южной территории Израиля, состоявшегося 7 октября. По сообщению корреспондента 12 канала, начало расследования инициировал начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцеха Леви. В состав следственной группы войдут в числе прочих бывший министр обороны и бывший начальник Генштаба Шауль Муфас и бывший глава управления военной разведки генерал Аарон Фаркаш. Чтобы начать работу, следственная группа ждет получения соответствующего приказа из Генерального штаба. Процесс расследования еще не начат. Генеральный штаб формулирует планирование процесса расследования, включая выбор руководства следственных групп. Когда вся предварительная работа будет завершена, последует специальное сообщение о начале расследования, заявил представитель ЦАХАЛ. Новым репатриантам увеличили выплаты в рамках корзины абсорбции. Ее индексация произошла в начале этого года, сообщает пресс-служба Министерства аллеи и интеграции. Главная цель этой материальной поддержки – помощь новым репатриантам в течение первых шести месяцев их пребывания для обеспечения адаптации в стране. Первый платеж производится наличными на территории аэропорта после прибытия в Израиль. Суммы составляют от 1250 до 2500 шекелей. Это зависит от семейного положения репатрианта. При этом предусмотрены дополнительные выплаты в размере 250 шекелей на каждого ребенка. Если будущие граждане Израиля пребывают без визы репатрианта и получают этот статус уже в Израиле, первая выплата будет переведена на их банковский счет. Последующие выплаты осуществляются в виде шести ежемесячных платежей. За первые полгода в общей сложности одиночка получит почти 21 тысяча шекелей, неполная семья – 33 тысячи шекелей, супружеская пара – 39 тысяч шекелей. Эти суммы не включают отдельные доплаты за детей. Уголовный суд Ницце приговорил защитника сборной Алжира Юсефа Атали к восьми месяцам тюрьмы условно, а также к штрафу в размере 45 тысяч евро за разжигание ненависти на религиозной почве, сообщает Джейпост. Ранее он был отстранен своим клубом от матчей и тренировок. Под суд футболист попал из антисемитского видео, которое опубликовал в своих соцсетях вскоре после нападения Хамаса на Израиль. В видеозаписи содержались призывы к геноциду евреев по всему миру. Уже на следующий день спортсмен удалил публикацию и принес публичные извинения. Но было поздно. В суде он пытался доказать, что не досмотрел видео до конца и не знал об антисемитском содержании, а хотел лишь призвать к миру. Прокурор, которая требовала приговорить футболиста к 10 месяцам условно, ответила, что в ролике нет ни слова о мире. Следовательно, распространитель такого материала согласен с его содержанием и сознательно его опубликовал.